Так вот, что касается именно, как некоторые спрашивали, допустим, когда будет школа, обучение и так далее и так далее, в сегодняшней встрече тоже я затронул вопрос в том аспекте, что, понимаете, я опыт показал, что для того, чтобы это, то, что, допустим, перестройка мозга и новые качественные возможности человека даются, действительно были эффективны, необходимо, чтобы человек был готов, он должен быть готов к этому, в первую очередь, нравственно и духовно, потому что, если этого не происходит, то человеку, да, в такие возможности, человек очень быстро трансформируется, ну, в маленького такого монстра, и это наблюдал не один раз, и мне это было жалко и жутко наблюдать, и поэтому опыт мне говорит, что не то, что это невозможно, и не будет делать такого, будет, но не то, что каждый вот хочу, я вот хочу, вот, я готов к нему мозги, так сказать, перестройки, переходить, нет, человек должен доказать, что он достоин этого, да, сказать, а кто вы, кто вот такой, чтобы решать, допустим, кто достой, кто не достой, но это если я это придумал, систему, я это даю, то я единственный человек имеет право решать, с моих критерий, пускай они будут плохие, хорошие, но просто здоровые, кто достойный, и нет. Так вот, достойный человек, нет, вот вы дайте мне, вот, когда вы мозги перестройки, научите мне, вот тогда я буду что-то делать, понимаете? Извините, такого реально не подходит. Человек может делать и действовать на любом уровне своих возможностей, и делать правильные вещи. Я всегда приводил такой пример, это своим судилам, когда пытался им объяснить ситуацию, и я говорю, смотрите, вот, что будет ситуация, все вы видите, что сумасшедший на улице убивает людей, имея пулемет, примерно, а у вас в руках есть, допустим, винтовка с оптическим прицелом, и, к примеру, и вы не в состоянии, он вас не может убить, кроме вас всех, кто может убить, а вы, ну, не извините для него, ваши действия. И начинают люди, вот мы должны пойти, поговорить, объяснить, что нехорошо, что это нехорошо, вот это плохо, это нехорошо, убивать людей, да, я говорю, хорошо, да, да, а что ты сказал? И курок нажал еще, сотни ты, аду, еще убил. А, да, 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 я подумаю, и дальше, да. Это, конечно, хорошо, но, понимаете, есть позиция, которая должна быть проявляться. Человек должен брать ответственность на себя в любом ситуации, на уровне любого, на любом уровне своих возможностей. К примеру, человек просто ничего другого не имеет, как у него есть оптическая винтовка. Убить человека, который убивает, сумасшедший убивает сотни людей, плохо, никто не говорит, плохо, хорошо. Но его нужно остановить, в данном случае, пулей. Потому что человек, кроме другого, нет ничего, чем это может сделать. А теперь, представьте себе, следующее, что теперь у вас уже с ними винтовка, а вы, допустим, владеете способностью блокировать мышцы. Человек не может нажать кровь, к примеру. Есть ли? То есть вы воздействуете на этот человек. Он пытается нажать, а ну, не тады. И все. Наносили тоже, он не справился разрешения. Но приехали санитары, санитарный барашку запаковали, увезли. Он посидел в тот момент, в первое время, опять убежал, схватил пулемет, опять встал, сротился. Значит, вы не мешаете проблему. И чаще всего в такой ситуации человек действует, потому что в данном случае, очень часто он является под воздействием влияния кого-то или чего-то. Очень часто он захватил, в нем, в его теле находится существо другое, ничего общего человеческого умного не имеет, которого нужно как можно больше и внортых, потому что выбросы потенциала энергетического, это пища для этих существ. Поэтому, если вы видите, что человек безрассудный, сумасшедший действует, это действительно, чаще всего в нем сидит другое существо, паразит, которое нужно вытащить. Вот вы не только останавливаете курок, вытаскиваете из него это существо, возвращаете его в случай. Человек возвращается за нормальным человеком. Но, опять-таки, если вы это существо вытащили и отпустили, то оно пойдет искать другого, кого-то прыгнуть, чтобы опять все получать пищу таким образом. Значит, нужно что-то делать с существом этим, если вы знаете как. И к тому же, если вы человек от этого освободили существо, а он остался таким же, чаще всего это связано с нарушением генетики, и пока генетика будет искажена, деформирована, такое проявление, внедрение будет постоянно происходить и так далее. Поэтому, для того, чтобы предотвратить это, нужно поработать с этим человеком, если вы знаете как и что. Построите генетику, из него сделайте здоровым, и тогда он становится защищенный, никак гадостно у него не лезет, и никто не сможет ничего сделать. Понимаете? Но, опять-таки, это существо, вы это увеличили, это существо полезного другого, третьего, третьего. Значит, нужно что-то с этим существом делать, а это существо не одно, их множество и так далее. То есть, понимаете, на каждом уровне, если вы понимаете, что это, вы можете действовать, но это не значит, что если вы сейчас каким-то уровнем не владеете, что вы должны, это не мое дело, моя катастрофа с края, вот пускай придут те, кто положено, займется тем, что делать. Если у вас есть документовка с артистическим лицом, и сумасшедший случай, это образ, естественно. Вы знаете, что вы туда выходите, кто вам не нравится, нужно стрелять. Я образ для понимания именно принципов. Нужно действовать на тот уровень, который у вас есть сегодня. Каждый человек должен действовать, не в зависимости от того, как и что. Вот когда такой подход будет, когда каждый из нас будет делать то, что он может делать сегодня и сейчас, не надеясь, что кто-то другой придет сделать, это тогда можно многое что-то сделать, это первое. Второе, для того, чтобы быть, если те, кто после квот мы хотим присоединиться к вам, мы хотим рассвоить ваши методы и так далее. Во-первых, несколько причин. Во-первых, это действительно, что человек должен показать делами, что достойно, что он не просто хочет получить себе очередной, инструмент для личного возвеличения или обращения. Это первое. И второе, что, если человек достойный этому, это не значит, что даже дав инструмент, нужно иметь опыт инструмента пользоваться. Потому что, понимаете, если вы вышли на поле боя, и не знаете, где нажать на кнопку, чтобы ваше оружие работало, то ваши противники ждать не будут. Понимаете? Нужно именно учиться, и это довольно-таки толпы, кропотливый труд, чтобы научиться им. Ученик, не странно, для того, чтобы научиться владеть инструментом, как раз самый оптимальный вариант, это начинать через лечение конкретного человека, болезни. Дело в том, что в принципе подхода к решению болезни, то есть сканирование, если говорить об этом, сканирование, собирание информации, анализ, правильные выводы, создание стратегии, тактики и реализации, как это можно реализовать, это то, что вы делаете с лечением больного, или вы решаете проблему более глобально, подход, в принципе, тоже самый, только объект исследований совершенно разный, и разные стратегии тактики. Но, если вы не научитесь правильно работать на маленьком масштабе, то, если вы попадаете вылезти на большой масштаб, то вас размажут в один момент. И это, опять-таки, не слова. Просто в США у меня группа студентов была, и там они очень мне были довольны тем, что я не позволял особо лезть подальше. Они говорят, мы готовы, мы уже готовы, и так далее. Они еще учились только лечению, начали стали, и весьма смертно, потому что они пытались действовать по своим понятиям, а, к сожалению, понятия неправильные в тех аспектах, которые мы говорим. Так вот, в первый момент я решил показать ему, что же действительно, почему они хотят того, а я им якобы не даю делать. Я говорю, вы говорите, что вы готовы? Хорошо. Я дал такой, провел такой эксперимент. Мы немножко странно, вы показываете пока, но пока примите, как заданы. Для каждого студента я сказал, защиту определенную, чтобы их не было достать никому нежелательно. И я говорю, вот видите, что это моя защита. Ваша задача простая. Вот вы можете просто не уйти в защиту, сделать копию такую же, или сделать свою собственную, как хотите, или комбинацию своего и моего. Вот когда будете готовы, скажите, я уберу свою. Вот когда я такой убирал, только пока не убирал, и мы поправили на поле боя, понимаете. Их тут же стирали в тиски, потому что размазали пола стенки. Потому что они попадали в ситуацию, в которой они совершенно не готовы. И это не с одним, не с другим было, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, воевать нужно даже на других уровнях, наиболее опасно, это война серьезная. Это не то, что война, вот вы думаете, что война, это только-то, где берут, там пушки стреляют, и там ракеты пускают, и тому подобное. Это война, только другая. Та война, о которой я говорил, там пушки не стреляют, ракеты не взлетают, но последствия войны для, в принципе, и судьбы человека, и человечества в целом, гораздо более серьезные. Но там, если вы пытаетесь, пытаетесь туда войти не готовым, вас раздавят, вам никто не даст времени, и желание... Вот, извините, не подготовился, я вернусь позже. Такого нет благородства. Враги, особенно та сторона, паразитов, для них, наоборот, вы только лакомый кусочек, они вас кушают, и не покрихнутся.